Снежинки Алексеевич был директором Ивангородской детской школы искусств на протяжении 30 лет. 37 лет. Опять отобрали 7 лет. Вы знаете, что вы посмотрели фильм, и там очень много сказано. Я даже не знаю, стоит ли что-то добавлять. Но хочу только одно сказать. Вот сегодня Татьяне Ивановне Михаилу Павловичу исполнилось 48 лет. И Ольга Ильвовна тоже. Это то время, когда они пришли в школу работать. Мне далеко еще до них, мне только 46. Вот. Поэтому я бы хотел, чтобы у них еще на 48 хватило сил, здоровья. Вот. И очень рад, что они пришли. Вот, Ольга Ильвовна в частности. Очень жалею, что нет Виктора Васильевича. Очень жалею, что нет Людмилы Петровны. А вообще в то время было... Мы молоды были тогда. И азарту было очень много. И не хотелось бы, чтобы он совсем от нас ушел. Вот. И остались силы еще поработать. Вы знаете, вот, когда творческим людям, знаменитым артистам, художникам, музыкантам задают вопрос, а с чего вы начинали творческий путь? И все говорят, либо с художественной школы, либо с музыкальной школы. Ну, а потом уже это такая вот дорога в длинный творческий путь. Вы знаете, 50 лет — это уже почтенный, действительно замечательный, почтенный возраст. Из ваших стен вышло уже не одно поколение замечательных воспитанников. А, пожалуй, уже и бабушки, которые закончили, или дедушки, которые закончили вашу школу, водят своих внуков. Это так. Это преемственность, это есть любовь к школе, это есть уважение, и школа востребована. Вот даже отсюда очень сильно светит, но в зал полон. Зал полон — это говорит о том, что вашу школу очень любят, ее уважают. В небольших городах, как Ивангород, есть такие прекрасные заведения дополнительного образования для детей, как школы искусств, которая родилась из школы музыкальной и школы художников художественной. Ну, я в Сосновом Бару мы проходим примерно такую же стадию. У нас тоже была музыкальная школа, была школа, где готовили художников молодых, их всех тоже также объединяют. И Елена Викторовна сегодня, как руководитель уже объединенных двух школ, все-таки самое прекрасное, что есть в нашей жизни, вот она учит этому и весь коллектив детей для того, чтобы все это было в душе. Сегодня Ивангород оказался, по сути дела, на границе, не совсем дружительными для нас государственными, как получилось. Я помню, когда я приехал молодым специалистом в Сосновый Бор, переезжал из Соснового Бора, вернее, из Ивангорода в Нарву, висел большой-большой лозунг «Вас приветствую в Советской Эстонии, доброго пути!» Хочу сказать огромное спасибо вам, дорогие, дорогая школа искусств. Уважаемые педагоги, вы делаете такую огромную работу, вы помогаете нашим детям творить, мечтать и творчески жить. И я хочу сказать, что ваши выпускники — это наши звезды. Аплодисменты, дорогие друзья! Потому что очень приятно видеть их сначала в стенах школы искусств, а потом на сцене нашего Ивангородского культурно-досугого центра. Большое спасибо, Елена Викторовна. Мне, как выпускнице, понятно, ваша огромная забота, ваше внимание и ваш огромный труд, ну, мы понимаем друг друга. Поэтому вот эти цветы, ваши любимые, я знаю. И вот этот чайник пускай греет. И нам очень приятно, что мы сегодня являемся участниками этого очень важного события. И вы знаете, когда мы узнали о том, что именно 9 числа здесь будет проходить вот такой прекрасный юбилей, мы отложили все дела и примечались сюда для того, чтобы встретиться со своими педагогами, чтобы пообщаться и увидеть такие прекрасные глаза, которые сегодня в зале. А еще... А еще... Вы знаете, мы хотим сейчас пригласить сюда на сцену нашу первую учительницу вообще в жизни. И с большим удовольствием хотим вручить ей наш букет. Ни Святайла Татьяна Ивановна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok